Друзья, всем привет! И мы продолжаем приключения Хэнка, фотографа на необитаемом отрыве. По просьбам подписчиков, сегодня мы будем ловить редких животных по ваших подсказочках. И опять же, я буду рассказывать, как ловить тех и других животных по просьбе от подписчиков. Но в начале видео позвольте передать привет. Вот только отведу Хэнка в туалет, пусть пока делает свои дела. А я передам привет. Итак, большущий привет всем нашим подписчикам и подписчицам от Хэнка. Кроме того, особый привет от Хэнка, подписчицы с ником Лариса Димчишина, Лиза Кисой, Куклы ТВ, Софики и ее сестре Маше. Вот, девчонки, большущий вам привет. Ну что ж, друзья, итак, давайте-ка первым делом покупаем нашего Хэнка. Да, вот, первым написал подписчик с ником Майнкрафт Давидов и попросил, чтобы я одел нашего Хэнка в костюм мага, либо пирата. Ну что ж, сейчас мы посмотрим, где же эти костюмчики, приоденем и будем выполнять просьбы подписчиков. Итак, мне нужен либо костюм мага, либо пирата. Давайте-ка посмотрим, что здесь есть интересного. Итак, давайте-ка я попробую вот в готовых костюмах, возможно, есть конфигурации. Итак, есть вот такой вот костюм пирата. А вот мне интересно, какой же костюм мага. Вот, костюм мага, скорее всего, друзья, собирается из отдельных частей. Ну, давайте-ка я посмотрю, что я могу собрать. Итак, шапка мага. Есть ли такая возможность, чтобы надеть нашего Хэнка? Я не уверен, но сейчас пересмотрю. Да, вот есть шапка мага. Вот я её не активировал, но надеюсь, вот. Да, вот активировал. А сейчас давайте-ка я ещё посмотрю, есть ли костюм мага. Вот пирата, мне кажется, когда-то я делал, а вот магом я его не делал. Вот, по крайней мере, не помню. Поэтому давайте-ка я поищу вот мантию мага. И, по-моему, ничего толкового у нас не попадается. Ну, что ж, тогда давайте-ка попробуем как-то совместить это дело. Вот, возьму костюм пирата и возьму шапку мага. Будет вот такой вот вариант необычный. Итак, костюм пирата, а вместо шапки возьмём шапку волшебника. Вот. Ну, вот такой вот вариант. И давайте-ка я ещё поменяю глазки. Вот, глаза Хэнка, ну, что-то другое. Вот, пусть будут зелёненькие. Вот, супер. Осталось только покормить нашего питомца и поднять ему настроение. Итак, давайте-ка что-то интересное дадим нашему Хэнку. Вот, я думаю, было бы неплохо дать ему мороженое и, возможно, буррито. Вот. Вот такой вот комплект. Итак, буррито сразу же на 100% мы накормили нашего Хэнка. И дальше он просто не хочет ничего кушать. Ну, что ж. Вот такой вот милашный, симпатяшный Хэнк. И да, наши подписчики попросили, чтобы я сегодня рассказал, вот, чем, как поймать злоторога и как поймать пасхального кролика. Кроме того, Куклы ТВ вот написали, что чем кормить Пегас молнию. Но дальше, опять же, ответило, что лучше еда суши. Что ж, настроение Хэнка поднялось. А сейчас давайте-ка отправимся с вами по локациям. И причём, друзья, я вижу, что у нас, возможно, кто-то попал. Итак, давайте-ка я открою вот эти лисия. Посмотрим, не попалось ли редкие животные. Ну, на пляж, как видите, ничего интересного не попало. Вот давайте-ка я ещё отправлюсь с вами к пляжу. Вот. И, кстати, давайте-ка, друзья, я ещё добавлю звука, чтобы было интереснее. И здесь тоже у нас глухо. Ничего интересного не попало. Что ж, идём с вами на лавовая плата. Возможно, там попадётся какое-то редкое животное. Да, да, друзья, это невероятно попался аризонский феникс. В прошлых частях я его никак не мог закрыть. А сегодня он попал. И мы закрываем фотосессию с аризонским фениксом. Ну, что ж, друзья, это просто невероятно. И у меня осталось только три незакрытых животных. Вот. Просто-просто невероятно. Итак, крутое начало видео. Вот я даже сам не ожидал. Вот кто смотрит цикл видео про Хэнка, тот помнит, сколько мы долго не могли поймать нашего аризонского феникса. Ну, а сегодня нам это удалось. Вот, друзья, не могу остановиться. Сразу же давайте-ка мы зайдём с вами в эту кладочку. Вот. Итак, смотрите, закрыт, закрыт аризонский феникс. И четвёртая страничка у меня закрыта. И у меня остался только радужный хамелеон, пегас-молния и вот ещё единорог. Супер. Ну, что ж, друзья. Итак, давайте-ка займёмся подсказочками. Итак, златорог. Как поймать и что нужно для этого животного. А вот, кстати, тоже очень долго не мог я его поймать. Кто смотрит цикл видео, тот знает. Что я могу рассказать об этом животном. Он вводится только на лавовом плата. Он любит игрушку арфу. Он любит три батута. И он любит вот мини-гольф. Вот. Насчёт еды, друзья, я не понял. Нужно поднимать те предыдущие видео. Заходите, кому интересно, в плейлисты. Ориентируясь на рисунки, вот, в превьюшках, там должно быть. Ну, как видите, в основном он действительно только лавовая плата. Разные игрушки. Вот. Я думаю, перечислять не надо. Их здесь 12. Ну, вот, вижу, что золотой бассейн, корона, вечеринка. Вот ещё что-то подгружается. Итак, возможно, этим я помог. Хрустальный шар, приставка, машинка, качалка, два батута, НЛО. И ещё танцбол-диско. Супер, с этим мы разобрались. А теперь давайте-ка перейдём к роликам. Эта вкладочка закрыта. Вот. И вот пасхальный кролик. Вот он. Что я могу сказать? 29 фото. Видите, фотосессия закрыта. И начнём с еды. Он любит еду салаты. Он любит персидский ковёр. Он любит зелёные качельки. И он любит пенёк с витками. Вот. В какой локации лучше еда есть? В какой локации лучше ловить пасхального кролика? Ну вот, друзья, я смотрю. В основном это, вот, по-моему, пляж. По-моему, это всё-таки пляж водопада. Я не замечаю. Ну, и это точно не лавовая локация. Это пляж. Вот. Идите на пляж. Еду, игрушки я даже не говорю. Потому что 29 игрушек. Есть большой выбор, из чего выбирать. Просто ложите еду в салат. Вот. Меняйте игрушки на пляжу. И я думаю, всё у вас здорово получится. Что ж, здорово, друзья. Итак, с подсказками от подписчиков мы разобрались. Вернее, о тех животных подсказках, которых просили, я рассказал. А теперь давайте-ка я вот выполню просьбу. Вернее, подсказочки от наших подписчиков. Насчёт поимки животных. Итак, Юлия Парилова написала, как поймать аризонского феникса. Это уже нам не надо. Мы уже закрыли это животное. И это здорово. Вот. Дальше Юлия написала, вот, что, так, единорога поймала на санбол диско и еду ананас. Вот. Что ж, давайте-ка, друзья, отправимся единорогу. Единорог, кстати, вводится только, насколько я помню, вот, на водопаде. Давайте-ка мы посмотрим. И, возможно, друзья, давайте-ка я покажу, сколько у меня уже осталось животных. И пройдёмся по всем картинкам, а потом с вами продолжим ловлю животных. Итак, друзья, первая страничка кролики. И, видите, она у меня полностью закрыта. Что, конечно же, здорово радует. Вторая страничка с разными свинками и кабанчиками закрыта. Третья страничка с разными мишками закрыта. Вот. Четвёртая страничка. Аризонский феникс. Просто сердце не нарадуется. Закрыта. Супер. Вот. Пятая страничка. Большие кошки закрыта. Шестая страничка закрыта. Опять же, кошки. Седьмая страничка. Хамелеоны. Начало. И восьмая продолжение хамелеонов. И здесь как раз есть вот тот радужный хамелеон, которого я никак не могу закрыть. Десять из пятнадцати. Поэтому очень прошу, друзья, кто в курсе, пишите относительно, как его поймать. И да, вижу. Ольга Батко написала, что радужный хамелеон очень хорошо идёт на бассейн для вечеринки. И золотой бассейн. И еда грибы. Что ж, спасибо, Ольга. Мы сейчас это попробуем. Но давайте-ка я дойду до конца. Итак, девятая страничка обезьянки закрыта. Десятая страничка попугаев закрыта. Одиннадцатая, опять же, продолжение попугаев закрыта. Двенадцатая, вот всевозможные козлики и олени закрыта. Тринадцатая, слоны закрыта. Четырнадцатые, лисички и песцы закрыта. Пятнадцатая, бегемоты закрыта. Шестнадцатая, вот ежики-дикобразы закрыта. Семнадцатая, лошади закрыта. А вот 18-й как раз вот Пегас, Молния и Единорог. 12 и 11 фото. Что ж, до конца, друзья, это все закрыто. Вот видите, лоси, вот разные совы, филины, пингвинчики. Дальше у нас носороги и еще всевозможные котики и тюлени. Да, черепашки 24-я страничка, крокодилы 25-я и лягушки 26-я. Супер. Ну что ж, итак, подсказка от Юлии Париловой. Вот, а единорога поймал на танцбул диско и еду ананасы. Вот, давайте-ка я посмотрю, вот не ловил ли я нашего единорога на танцбул диско. Если ловил, то это сейчас не имеет смысла, вот ловить его на ту же еду. Итак, единорог, вот он. Давайте-ка посмотрю. Итак, еды пока у нас нет. Вот что у меня. Это королевский диван, арфа, бассейн для вечеринки. Вот телепорт, вечеринка, три батута, барабаны конга, лазер и вот еще что-то подгружается. Ага, нет, извини, вот смотри, Юлия, на танцбул диско я ловил уже единорога. Вот, радужного хамелеона поймала на ло и на барабаны конга и на еду ананас. Что ж, друзья, сейчас будем как-то совмещать, будем подсказочку Юлии Париловой совмещать и Ольге Батко. Вот давайте-ка перейдем к радужному хамелеону. Мне кажется, друзья, это будет здорово, если мы сегодня попытаемся поймать это животное. Итак, итак, радужный хамелеон. Это у нас восьмая страничка. Итак, давайте-ка я посмотрю, на что попробуем его поймать. Так, ловился ли он у меня на НЛО, пока непонятно. Вот подгружается. Вот, и нет, на НЛО он не ловился. Это здорово. На барабаны конга, смотрю, друзья, ловился ли он радужный хамелеон на барабаны конга. Тоже на барабаны конга не ловился. И еще, вот подсказочка от подписчицы, что можно использовать еду ананас. А вот Ольга Батко подсказала, что очень здорово идет на бассейн для вечеринки. Давайте-ка я посмотрю, не использовали ли. Нет, друзья, вижу, бассейна для вечеринки не было. И золотой бассейн. А вот золотой бассейн было, и вот подписчица подсказала, что еда грибы. Ну что ж, давайте-ка я начну с подсказки от Юлии Париловой, а потом вот попробуем уже подсказку Ольги Батко. Супер. Ну что ж, давайте-ка возьмемся за игрушки. И сразу же поменяем. Итак, мне нужно, друзья, вот танцбол диска, так, нет, прошу прощения, НЛО и барабаны Конго. Вот, давайте-ка менять. И так, и так, и так. Барабаны Конго. А вот, кстати, бассейн для вечеринки. Вот, не, ну, все-таки давайте-ка я возьму НЛО. И еще мне нужны барабаны Конго. Вот, сейчас попытаемся их найти, если они нигде не используются. Есть. Есть, вот, нигде не используются. Вот, супер. Ну что ж, готово. Готово. Вот, было бы, конечно же, здорово для вечеринку, но здесь только две больших игрушки. Вот, и больше ничего нельзя использовать. Да, я вот ложу еще еду ананас. Вот, я думаю, друзья, 4-5 раз мы попробуем обновить. Попробуем поймать на эти игрушки радужного хамелеона. Если же не пойдет, попробуем подсказку от Ольги. Итак, вперед пошло обновление. Пытаюсь я поймать этого вредного радужного хамелеона. И пока первый длин не очень. Но, тем не менее, друзья, я считаю, что мы очень здорово сегодня начали видео. То, что закрыли вкладочку с аризонским фениксом. Я, честно говоря, даже этого не ожидал. И очень приятно. Вот, было начало видео. Но продолжение пока как-то не очень. Как видите, много всевозможных животных. Но тех, кого нам надо, вот не попадает. Тем не менее, я обновляю. И надеюсь, что все же удастся вычислить этого вредину. Итак, пошло-пошло обновление. И, как видите, третий раз прошел. И чудо пока не случается. Что ж, давайте-ка я еще два раза обновлю. Ну, если же не будет движения, попробуем поменять игрушки и еду. Вернее, одну игрушку. То есть, от подписчицы вы видите, только может сработать одна подсказочка. Итак, к сожалению, пока не идет. Ну, просто никак. Что ж, пытаюсь я обновить. И пытаюсь привлечь все-таки радужного хамелеона. Так, где же он вредина спрятался, я не знаю. Но сейчас его поищу. Итак, к сожалению, друзья, к сожалению, не сработала подсказка от подписчицы Юлии Париловой. Ну, а сейчас давайте-ка я попробую подсказку от Ольги Батко. Итак, попробую поменять еду грибы. Вот, итак, ананас меняем на грибочки. Возможно, оно как-то лучше пойдет. Кстати, раз я поменял еду, давайте-ка я попробую вот еще на эти игрушки вот попробовать поймать на грибы. Возможно, как-то лучше пойдет. Итак, три раза обновлю. Посмотрим, будет ли движение, не будет ли движения. И еще, конечно же, попробую вот поставить бассейн для вечеринки. Итак, итак, на эту еду пока тоже как-то не очень идет. Вот, тем не менее, хотя бы три раза обновить, и потом попробуем бассейн для вечеринки. Итак, что же у нас, как идет, не идет. Ну, что же, давайте-ка обновляйся. Пошло обновление, друзья, но как-то вот с притормаживанием. И тут, видите, ничего интересного не попало. Что ж, последний раз обновляю, и пробуем поставить бассейн для вечеринки. Вот только вместо какой игрушки? Либо Н-ложки, либо вот другой игрушки. Сейчас посмотрим. Итак, не случилось, не случилось, к сожалению, чудо. Вот, давайте-ка я попробую вместо Н-ложек поставить бассейн для вечеринки. Вот, возможно, как-то лучше сработает. Вот, ну что ж, еще три раза, друзья, попробуем обновить. Если не будет движения, пойдем за другим животным. Вот, опять же, Юлия Парилова написала подсказку насчет пегас-молнии. Вот, надеюсь, что это поможет. Вот, кроме того, Ольга Батко тоже подсказала подсказочку относительно... И да, друзья, да, не, ага, а, прошу прощения, это, это не радужный хамелеон, это, это у нас, по-моему, карма-хамелеон. И причем он не посвечивается, видите, он уже у нас был. Он у нас уже был, к сожалению, я его перепутал немножко. Ну что ж, последний раз обновляем и пойдем на ловлю пегас-молнии. Вот, что еще? Ага, вот есть, опять же, у Юлии Париловой подсказка насчет пегас-молнии и у Ольги Батко. Вот, что ж, подсказку от девчонок мы попробуем, но, как видите, на бассейн для вечеринки не попало. Итак, друзья, не сработали, к сожалению, у меня ваши подсказки. Возможно, у кого-то еще есть какая-то подсказка, пишите. Вот я пока буду стараться здесь ничего не трогать и буду надеяться, что они как-то попадутся. Что ж, пегас-молния, друзья, насколько мы помним, он ловится только вот на пежу, поэтому надеюсь, что сейчас он попадет. Итак, подсказка от Юлии Париловой. Пегас-молния поймала на золотой бассейн и на еду тортик или грибы. Вот, ну что ж, друзья, давайте-ка я посмотрю, относительно пегас-молнии, вот, не ловился ли он у меня на вот эту игрушку золотой бассейн. Вот, пегас-молния, это 18-я страничка. Вот, давайте-ка я посмотрю. И мы посмотрим, удалось ли, не удалось. Итак, золотой бассейн, золотой бассейн. Ага, кстати, друзья, он, он, по-моему, уже использовался где-то, ага, и вот, раньше. Нет, друзья, золотой бассейн не использовался, хотя вот что-то подгружается. Нет, вот, на пегас-молнию, на золотой бассейн мы не ловили. Что ж, сейчас мы это всё исправим. Кроме того, подказка от Ольги, что радужный хамелеон, наполевык, рога викинга, бассейн для вечеринку, арфу и еда ананас. Ага, арфа и еда грибы. Ну, давайте-ка я посмотрю, срабатывала ли арфа. Нет, друзья, арфы я тоже не вижу. Что ж, попробуем сейчас использовать арфу. Что есть дальше? Ага, а вот, прошу прощения, то радужный хамелеон, пылевык, рога викинга, бассейн для вечеринки, арфа и еда ананас. А, это были ещё по сказочке, вот, относительно радужного хамелеона. Ну, давайте, раз я уже перешёл сюда, на Пегас-молнию, то давайте-ка ещё попробуем арфу, еду грибы. Но, в начале всё же подсказка от Юлии Париловой. Итак, золотой бассейн, золотой бассейн и еда, тортик или грибы. Вот, попробуем сейчас это выполнить задание. Итак, мне нужны игрушки. Вот, мне нужен золотой бассейн. Сейчас мы его попробуем. Вот он, да, пропустил. Пропустил, есть. Итак, золотой бассейн есть. И еда, торт или грибы. Ну, давайте-ка, возможно, я сразу же положу арфу. Вот, подсказочку от подписчицы. Вот, только вместо какой игрушки. Ну, наверное, всё-таки я вот заменю вот эту автомойку на арфу. Кстати, вот, здорово получилось. Вот, давайте-ка я положу пока еду грибы. Вот, просто двое подписчиц за него написали. И сразу же и Юлия Парилова, и Ольга. Ну, а не сработает, тогда будем уже пробовать ложить тортик. Итак, пошло обновление. Вот, не дочитал я то, что Ольга написала насчёт радужного химелиона, что он ещё должен пойти на полевык. Рога викинга, бассейн для вечеринок, арфу и еду ананат. Я это всё попробую. Вот, после этого, вот, выполнить. Но пока, видите, первые обновления как-то неудачно. Вот, не пошёл, не пошёл Пегас Молния на грибы и не пошёл на игрушку Золотой Бассейн и на арфу. Ну, возможно, сейчас что-то поменяется. Итак, что у нас? Вот, кстати, смотрите, друзья, попался пасхальный кролик, тот, которого вот сегодня мы писали в подсказках от подписчиков. Видите, я уже собрал 30-е фото. Вот, кстати, вот ещё одна подсказочка. Видите, он пошёл на грибы и пошёл на арфу на пляжу. Супер. Ну что ж, давайте-ка, друзья, ещё раз попробую обновить. Мне кажется, это я мало обновлял. Возможно, сейчас после этого обновления вот что-то пойдёт и мы всё-таки поймаем это животное. Итак, ещё одно обновление. Вот, и смотрите, ещё один пасхальный кролик. Ну, просто везёт сегодня с пасхальными кроликами. Ну, давайте-ка, вот, я ещё его сфоткаю. Вот. Ну, просто супер. Вот, как видите, фотосессия прошла с одной стороны неплохо. Мы закрыли сегодня аризонская феникса. Но то, что мы больше никого не поймали, это очень печалит. Ну, тем не менее, как-то так. Что ж, друзья, ещё раз я попробовал обновить, и как видите, не случилось ничего интересного. Что ж, возможно, надо поменять еду. И я меняю грибы на тортик и попробую ещё раз привлечь животных. Вот, да. Вот, прошло обновление. Вернее, мы поменяли еду, и я при помощи феромона пытаюсь привлечь этих редких животных. Да, вот, кстати, давайте-ка я уберу жду. Мне кажется, слишком громко. Итак, пошло-пошло обновление. Итак, мне нужен пегас-молния, а он никак не хочет идти. Ну, просто беда. Итак, ещё раз открываем баночку с феромонами. Вот, я думаю, мы ещё два раза обновим, и сегодня на этом уже закончим видео. Не хочу затягивать. Вот, видите, не сработали подсказочки. Вот, кстати, не все я использовал подсказки. И да, друзья, неожиданно, неожиданно, просто фантастика. Смотрите, как здорово. Вот, не на ту игрушку, но всё же удалось поймать пегас-молнию в бассейне шариками. Итак, сработала еда, тортики. Вот, на игрушки он, к сожалению, не пошёл, но как здорово, что нам удалось его поймать на бассейне шариками. А вот сразу же, друзья, меняю эту игрушку. Кстати, мне вот интересно, ещё бассейн с шариками, он подсвечивался или нет. Вот сейчас мы это проверим. Давайте-ка я пока заменяю на вот эту бархатную подушечку. Вот, и мне просто интересно, вот игрушка бассейн с шариками, она подсвечивалась или не подсвечивалась? Очень важный вопрос. Вот, относительно ловли животных, давайте-ка посмотрим. Итак, фантастика, друзья. Я, честно говоря, не ожидал, что всё-таки удастся. Не подсвечивался, друзья. Не подсвечивался бассейн с шариками. Тем не менее, давайте-ка я ещё несколько раз попробую обновить баночку с феромонами. Попробую привлечь всё-таки Хэнка, ну, в игре нашего Хэнка, пегас-молнию. И, возможно, всё-таки ещё поймаем одно фото. Итак, пока безрезультатно, но смотрите, какой прикольный фантаслон попался на нашему Хэнку в объективе. Поэтому, друзья, не могу остановиться. Давайте-ка сразу же его сфотографирую. Очень прикольный слоник. Вот, супер. Ну и вот, друзья, вот, к сожалению, к сожалению, только одно фото. Дальше у нас не идёт. Вот, тем не менее, я ещё два раза обновлю. Посмотрю, есть ли пегас-молния. Если не будет, то уже на этом закончим видео. Итак, пошло обновление. Ещё один фантаслон. Это фантаслон. Ну и это сегодня, друзья, всё. Вот, последний раз обновляю. И, надеюсь, всё-таки, что удастся поймать пегас-молнию. Если бы это было бы здорово, конечно же. Но, к сожалению, пока чудо не случилось. Тем не менее, друзья, смотрите, тортик я оставляю. Возможно, в следующем видео удастся нам поймать всё-таки либо радужного хамелеона, либо фантаслона. Вот, прошу прощения, не фантаслон. Пегас-молния, либо радужного хамелеона. Что ж, друзья, сегодня я на этом с вами буду прощаться. Всем пока-пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ожидайте новых серий. Пишите в отзывах, комментариях, вот в какой костюмчик одевать нашего Хэнка в следующем видео. Пишите ваши подсказки относительно, как поймать радужного хамелеона, пегас-молнию и единорога. Ну а я буду действовать согласно ваших отзывов и комментарий. И да, чтобы не пропустить ни одну серию, нажимайте в правом верхнем углу на колокольчик возле кнопки подписка и к вам будут приходить уведомления о новых видео. Всем пока, друзья, до новых встреч!